Добрый день, уважаемые коллеги! Коротко поговорим про психотерапию соматоформных расстройств на амбулаторном этапе. Все-таки он... Психотерапия на амбулаторном этапе все-таки чем-то отличается от таких же мероприятий в стационаре. Попробуем разобраться. Итак, собственно, что такое соматоформные расстройства? Все их встречали в практике, все встречали таких пациентов, которые бесконечно пытаются найти у себя какие-то симптомы, симптомы соматических заболеваний. Пациенты такие, как правило, проявляют тревогу, они мнительны, подозрительны. И что характерно, все жалобы пациентов не подтверждаются никакими клиническими исследованиями. При этом пациент не успокаивается и продолжает искать у себя какие-то заболевания, часто соматические, часто жизнеугрожающие. Как же нам дифференцировать соматоформные расстройства от всех остальных, например, психических расстройств? Во-первых, как уже было сказано, соматические жалобы постоянно повторяются. Сколько бы доктор пациенту не говорил о том, что у него нет данного расстройства, расстройства, которое он себе придумывает, к примеру, часто пациенты подозревают у себя инсульты или инфаркты или метастазирование онкологического заболевания, когда они фиксированы на соматических изменениях, когда они находят какой-то дискомфорт телесный и, соответственно, распознают его как прогрессирование заболевания. Очень тревожатся по этому поводу, сдают доктору вопросу, бегут обследоваться, настаивают на обследованиях, и, соответственно, когда ничего не находится, тревога разряжается, пациент вроде как успокаивается на некоторое время, но, как правило, недели через две, через месяц, при следующей стрессовой реакции пациент вновь демонстрирует такое же поведение. Кроме того, если, допустим, доктор говорит пациенту про то, что все у вас в порядке, ведите свой привычный образ жизни, пациент может не успокаиваться, он может идти к врачам других специальностей, получать второе мнение, то есть искать доктора, который скажет этому пациенту то, что этот пациент хочет услышать. Кроме того, нам необходимо обращать внимание на то, что длительность таких поведенческих и психических реакций, но она должна быть не менее двух лет. Конечно, столько пациентов обычно с такими реакциями не наблюдаем, и, как правило, в онкологии на фоне лечения соматоформные расстройства выглядят как ситуативные реакции, то есть реакции, например, по эпохондрическому типу или реакции по типу соматоформного болевого расстройства, когда пациент жалуется на какую-то недифференцированную, нелокализованную боль, настаивает на том, что да, у него там что-то болит, что его недообследовали, то есть он начинает подозревать доктора в некомпетентности, что в конечном итоге может приводить к нарушению контакта врач-пациент. Ну и, помимо всего прочего, конечно же, всегда присутствуют какие-то личные, семейные и психопатологические обстоятельства, которые могут провоцировать манифестацию соматоформных реакций. Если бы мы, допустим, взяли и решили посмотреть эпидемиологию распространённость данных реакций у онкологических больных, допустим, мы возьмём выборку 87 человек и увидим, что первое место лидирующее у нас занимает ипохондрическое расстройство, которое в основном проявляется в виде ипохондрических реакций. То есть это вот то, о чём я уже говорила, когда пациент убеждён в том, что у него есть какое-то заболевание, в организм протекает какой-то процесс, процесс, который не контролируется, кроме того, этому пациенту, его жалобам никто не верит, и, соответственно, это вызывает дополнительную тревогу. И таким образом пациент попадает в своеобразный круг невротического переживания, то есть его мышление, его психические реакции соматизируются и невротизируются. Помимо всего прочего, часто распространены реакции, когда пациент уже прошёл обследование онкологического заболевания, когда он уже получает лечение, но при этом отрицает своё заболевание, мы убеждён в том, что его лечат, от чего-то другого, что на самом деле нет у него никакого онкологического заболевания, тем более у него нет никакого рака, и это, конечно же, особенности мышления. Второе по популярности – это соматофорные реакции по типу дисфункции вегетативной нервной системы, когда пациент демонстрирует некоторые соматические реакции со стороны желудочно-кишечного тракта или желудка, со стороны сердечно-сосудистой системы, когда он жалуется на спонтанную тошноту, головокружение, и, что важно, эти симптомы не подтверждаются инструментальными клиническими исследованиями, то есть симптом есть, а этиологии органической её как бы и нет. Третье место по популярности – это у нас соматофорное болевое расстройство, те самые болевые ощущения, на которые может жаловаться пациент. Обычно они встречаются при длительном лечении, когда пациент уже в течение года, двух-трёх лет, получают какое-то однотипное лечение, как правило, это химиотерапия, и, соответственно, у них появляются вот такие вот симптомы, на которые они жалуются. Менее популярны психосоматические расстройства, на них останавливаться подробно не буду, идём дальше. При онкологическом заболевании данные реакции имеют свои особенности, то есть они возникают почему-то, а не просто так. Естественно, возникают они не спонтанно. Пациент должен быть предрасположен к данным реакциям, то есть пациент должен развиваться и иметь особенности по невротическому типу. И при этом пациент должен быть фиксирован на контроле, на желании всё контролировать, поскольку гиперконтроль позволяет ему разряжать тревогу в обычной для него ситуации. Когда он попадает в ситуацию онкологического заболевания, где совершенно ничего невозможно проконтролировать, предугадать, можно планировать, но при этом все мы понимаем, что в процессе лечения и сроки, и мероприятия могут меняться в зависимости от того, как ведёт себя организм. Для пациента это непонятно. Для пациента понятно только, что ему доктор сказал, что будет так, становится иначе. У него появляется тревога, которая разубеждению поддаётся, но это разубеждение необходимо постоянно. То есть пациенту постоянно кто-то должен говорить, что всё в порядке, что так быть должно, а сам себя убить он в этом не способен. Помимо того, непривычный дискомфорт со стороны различных систем органов на фоне лечения также способен провоцировать реакции, поскольку данные пациенты, группы невротической, они не привыкают к тому, что тело и соматические ощущения могут у них вызывать какой-то дискомфорт. Они привыкли к своему телу, оно меняется на фоне лечения, и это вызывает дополнительные вопросы. Что-то новое, опять же, не поддающееся контролю с их стороны, также вызывает реакцию, и вызывает ипохондрические тенденции. Помимо всего прочего, пациенты астонизируются на фоне лечения, это ни для кого не секрет. Но на фоне астонизации психические реакции контролировать гораздо сложнее, и удерживать, и выражать, тем более уже обнаруживать, часто представляется невозможным. Поэтому эмоциональное и психическое напряжение накапливается, превращается в соматический или ипохондрический симптом. И особенностью является явление алекситимии, когда пациенты просто не способны называть свои чувства. Они что-то ощущают, и эти ощущения могут ими интерпретироваться как просто какие-то соматические изменения. То есть, если пациент тревожится, он может говорить о том, что у него болит желудок, и не распознавать, что это тревога. Это просто боль в желудке. И, естественно, повторяющаяся пролонгированная психическая травматизация на фоне лечения она есть всегда. Как бы мы с пациентом не работали, кто бы с ним не работал, психотерапевт, психолог, лечащий врач, пациент все равно будет травмироваться, потому что такова ситуация. Это нормально. Задача в этом случае психотерапии научить пациента справляться с этой травматизацией, не избегать ее, а справляться с ней. Ну и, соответственно, социальная и функциональная ситуация пациента изменяется. Он вынужден теперь отстраивать свой образ жизни, исходя онкологического заболевания. То есть вынужден многое терпеть. Такие пациенты, как правило, не готовы нести ответственность за свои изменения и готовы кого-то обвинять в том, что происходит, что, собственно, у них очень хорошо получается. Вот весь этот фон, который пациент демонстрирует, все эти факторы манифестации, конечно же, приводят к снижению комплентного поведения и снижению эффективности лечения, поскольку такое поведение пациента и его отношение к лечащему врачу, его ожидания от лечащего врача ведут к тому, что пациент либо игнорирует назначение врача, поскольку считает, что его тактика не верна, потому что там в других источниках, в интернет-ресурсах, у соседки все по-другому. Соответственно, у меня должно быть так же, а никак не сказал доктор. Доктор не прав. То есть оспаривание рекомендаций лечащего врача, когда пациент говорит о том, что ему назначена не та диагностика, ему назначен неполный комплекс лечения и так далее. Также недоверие по отношению к врачу, медперсоналу, когда пациент проявляет свои тревожно-мнительные реакции в отношении того, что вот диагностировали и где-то что-то пропустили. И вот оно вот сейчас вот у меня болит, и значит, оно у меня там где-то растет. И часто это происходит не на уровне реакции, а на уровне мышления. Пациент тихонечко тревожится сам внутри себя, не выражая это. Копит напряжение, впоследствии это превращается в симптом по типу самотофорного расстройства. И, соответственно, нарушение рекомендаций врача по поводу образа жизни, по поводу пищевого поведения, рекомендации по поводу пребывания на солнце, к примеру. Часто встречаются злоупотребление алкоголем, табакокурение, беспорядочные половые связи. То есть, вот такая попытка разрядить тревогу. И если мы посмотрим на распространенность самотоформных расстройств среди онкологических больных, то, например, для психологоклинических исследований мы впервые увидим, что на первом месте стоит не реможей, а лимфопролиферативные заболевания. Почему? Потому что у группы пациентов, у данной группы пациентов тенденции алекситимии развиты больше, чем у других пациентов. Что это означает? Что они в меньшей степени способны распознавать собственные эмоции. Особенно осознавать их, распознавать и выражать. Если они их не способны выразить, значит, они их способны соматизировать или невротизировать, превратить их в симптом. Вот такая у них способность. Второе место у нас занимает рак молочной железы. Третье место онкогинекологические заболевания. И если мы посмотрим, например, на половую принадлежность этих пациентов, то это будут в основном женщины, поскольку женщины более чувствительные и эмпатичны, чем мужчины, и, соответственно, более склонны реагировать на травматические ситуации. И если мы наблюдаем явление алекситимии, то более склонны к накоплению этого напряжения. Более информативным представляется распределение не по нозологиям, а распределение по этапам лечения заболевания, поскольку манифестируют данные реакции, все-таки исходя из лечебных процедур. Возьмем лидирующую тройку это ипохондрические реакции, психогенные дисфункции и психогенная боль. И мы можем заметить, что на диагностическом этапе, на этапе химиотерапии постгоспитальном этапе, здесь имеется в виду этап, когда все лечебные мероприятия закончены, пациент объявляется пациентом в ремиссии, ему сообщают о том, что он может вести обычный образ жизни, и вот приходи, пожалуйста, на контрольное обследование, и пациент чувствует, что он теряет контроль и остается вообще без чьей-либо помощи один на один с собой. Что он будет делать? Конечно, он будет демонстрировать какие-то реакции, абсолютно разные реакции, которые будут его приводить к тому же доктору. Доктор ему снова будет говорить про то, что все у тебя в порядке, твой психогенный зуд, он психогенный, он не связан, допустим, с лимфомой, живи дальше, через месяц этот пациент снова приходит. И, соответственно, эти этапы представляются для пациентов и для психических процессов наиболее сложными, потому что диагностический этап и контрольное обследование. Понятно, что речь идет о том, что в случае исхода неблагоприятного для пациента этих же мероприятий вновь придется менять образ жизни, вновь придется взять на себя ответственность за изменения. Этап химиотерапии богат побочными явлениями, а пациенты, демонстрирующие самотоформные реакции, часто прислушивающиеся к своему организму, эти побочные явления находят. То есть, когда доктор предупреждает пациента о том, что вот такой-то препарат может давать вам какие-то побочные явления, пациент их обязательно найдет на следующий же день, потому что они должны быть и они есть. И, соответственно, психотерапия в таком случае с такими пациентами на амбулаторном этапе ведется параллельно с процессом лечения онкологического заболевания. Вот на слайде указаны стандартные сроки, указан режим вмешательств, но, естественно, от ситуации мы можем уже отталкиваться, и ситуации бывают разные. То есть, мы часто встречаем не в чистом виде похондрические реакции, а на фоне, например, других каких-то коморбитных расстройств, тревожных, депрессивных, нарциссических расстройств. И от этого уже зависит то, сколько и в каком режиме мы будем с этим работать. Но, тем не менее, условно, примерно можем говорить о таких сроках. То есть, 30-40 сессий это 30-40 встреч один раз в неделю. 30-40 недель пациент в течение года, полутора лет или двух лет вынужден при таких реакциях посещать психотерапию. То есть, да, конечно, он может на фоне этого и по рекомендации врача-психотерапевта принимать препараты, но, тем не менее, после прекращения приема препаратов реакции могут вернуться в условиях стресса, поскольку такой способ мышления этих пациентов. И вот, исходя из этого, форма работы исключительно индивидуальная, поскольку эти реакции возникают не просто потому, что вот они есть и могут возникнуть, они возникают от того, что пациент так мыслит. То есть, ему от чего-то важно, чтобы у него был такой симптом, от чего-то ему важно проявлять истерические реакции, ему очень важно, чтобы на него все обращали внимание, и каждый ему говорил, нет, сегодня ты не умрешь. И очень сложно оценивать эффективность психотерапии вообще, в принципе, всегда, поскольку нет каких-то таких стандартов ее оценки, и если говорить, например, про соматоформные расстройства, мы можем обращать внимание на ту же самую алекситемию, на способности собладания со стрессом, поскольку в процессе психотерапии важно обучить пациента не при каждой стрессовой ситуации бежать к психологу или психотерапевту, а самостоятельно справляться с ней, справляться без соматизации. Снижение количества иррациональных конструктов мышления – это про такое детское магическое мышление, про то, что вот мне приснился сон, это означает, что вот у меня там где-то растут бласты в костном мозге, это означает у меня рецидив. То есть ориентация больше на реальность, на критичность к своему мышлению, на коммуникацию с следующим врачом. И снижение невротизации, переживания – это про то, что пациент не зацикливает свое же переживание, то есть он не возвращается каждый раз к страху смерти. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok